Хоть ты и мастер спорта России по греко-римской борьбе, все равно есть к чему стремиться. Так говорит Максим Новичихин. В такой жесткий вид спорта попал, не поверите, после танцев. Увидев своего брата на соревнованиях с медалью, захотел такую же. И вот уже 13 лет занимается греко-римской. Приезд мастеровитого тренера для Максима очень важен. Я с Николаем Алексеевичем работаю еще на сборах, по-моему, молодежных. Сейчас я уже выступаю по мужикам. И Николай Алексеевич много знает, много умеет и опыт передает, конечно, колоссальный. Это фанат борьбы, фанат своего дела. Как я не знаю, описать этого человека. Всегда стремится к идеалу и требует от учеников быть идеальными. Идеальными на ковре и в жизни тренировочный процесс заслуженный тренер России строит так. Внимание уделяет физической подготовке, технике борьбы и образованию. По мнению Николая Монова, нужно быть не только сильным физически, но и умственно. Для меня самое главное – это педагогическое воспитание. Еще раз я повторюсь, как я выделил в своей теоретической части беседы с ребятами, что у нас есть образование, есть какие-то достижения, но все это без воспитания ничего. И в первую очередь педагогу надо обращать именно в тренировочном процессе, в том числе на моменты воспитания и моменты, как себя надо вести. Тренерский состав сборной команды Алтайского края верит, что после работы с таким мастером наши ребята на предстоящих стартах покажут высокие результаты. Сейчас борцы готовятся к первенству в Сибири до 24 лет. Оно пройдет в конце апреля в Новосибирске, а уже летом – первенство России. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.